здравствуйте дорогие мои друзья сегодня у нас с вами таро гороскоп на январь 2024 для земных знаков зодиака телец дева и козерог информация для вас и так дорогие мои друзья сегодня мы с вами гадаем на таро пограничных миров и помогать будет сегодня золотой оракул ленорман садитесь поудобнее и слушайте информацию а мы с вами начинаем тельцы дорогие мои любимые тельцы солнечные лунные асцендентные эта информация для вас давайте посмотрим что же что же ждет вас дорогие мои любимые в январе 2024 году и так главные тенденции месяца карта отшельника прекрасная карта для обучения вот кто учится сейчас повышает свой уровень знаний может быть проходят какие-то курсы повышения квалификации человек может быть умудренный уже опытом который пользуется своими знаниями сейчас вот самое время в январе месяце достать свои дипломы грамоты свидетельства об обучении посмотреть да вспомнить что-то но мы вспоминаем где-то до числа 5 января потому что у нас до 2 января ретроградный курий еще до 5 какое-то такое торможение будет когда мы что-то вспоминаем а вот уже после 5 6 января прекрасное время когда ретроградным вернее меркурий пойдет свое директное положение примет и пойдет прямо вот тогда можно начинать какое-то новшество до записываться на курсы или продолжать обучаться карта отшельника это также когда хочется уединиться на помедитировать подумать для чего я живу на этом свете может быть посетить какие-то выставки галереи поехать на места силы то есть не только вырасти духовно да но и также получить какую-то информацию высших сил очень хорошая карта это старший аркан а значит действительно какие-то глобальные истории могут с вами произойти поэтому если предлагается обучение обязательно записывайтесь сейчас посмотрим что у вас в голове девятка пентаклей девятка пентаклей это конечно все мысли о деньгах о поступлении денег или приобретении каких-то ценностей но это для вас тельцы это вы любите да еще это конечно райский сад может быть вы куда-то запланировали поехать отдохнуть до в райские места в райские уголочки где все приятно и хорошо вообще карта исполнения желаний материальных благ но это действительно прям ваши дорогие мои тельцы и мысли материальные естественно все у вас случится и сложится на что вы можете встать опереться кому довериться знаете я думаю что навряд ли вы кому-то сможете доверять в принципе вы закрыты да вы всегда рассчитываете на собственные силы девятка мечей это какая-то неуверенность в себе когда вы начинаете занижать свою самооценку вы думаете что вы не дотянете не получится или еще что то поэтому вот здесь самое главное пересмотреть свою самооценку поверить свои силы рассчитывать только на себя на свои признания и на свои финансы что уходит из вашей жизни из вашей жизни недостаточные какой-то недостаток средств уходит это какие-то душевные страдания переживания когда вы чувствовали какую-то нестабильность вот это вот все она уходит и это здорово и замечательно что же впереди ждет вас дорогие мои любимые тельцы впереди вас ждут документы большая грандиозная работа с какими-то бумагами да это может быть для вас тяжелым трудом это возможно нежелание ваше возвращаться каким-то бумагам может быть это отчетный период или допустим в уроки какие-то делаете пишите бумаги да что-то подписать что-то вот с договорами с какими-то цифрами все что касается именно бумажной волокиты это конечно придется делать да это может быть такая тягомотина для вас не захотите этим заниматься но это все равно придется сделать по работе что работаем пока что я глобальная не вижу да в принципе это и праздники у нас практически весь январь праздник когда может быть это каникулы может быть отпуск у вас сейчас и поэтому в январе вообще практически работы не бывает но если вы мастер допустим работаете с клиентами то клиенты скорее всего сейчас все отдыхают все в отпусках все после нового расслаблены поэтому такой вот глобальной работы не предвидится если вы хотите устроиться на работу то скорее всего в январе навряд ли это получится все закрыто все все отдыхают все в общем то давайте еще достанем карту если на конец января потому что там у нас хорошее время восьмерка мечей нет закрыта сейчас вы знаете самое время отдохнуть весь январь для вас показан что двойка мечей закрыта что восьмерка мечей когда все закрыто да вот сейчас вам самое лучшее отдохнуть помедитировать и не думать о работе весь январь просто абстрагируетесь и то что касается учеба тоже вам нужно просто какой-то перерыв просто перерыв финансы король пентаклей ну это как всегда дорогие мои тельцы деньги у вас есть в достаточном количестве вы всегда придерживаете где-то откладываете это может быть даже подарок какой-то мужчины вам или же мужчина вас спонсирует может быть отец или брат или может быть супруг ваш да но это поступление денег от какого-то человека даже знаете бывает что и женщина мать спонсирует но у нее такая мужская энергетика сильная энергетика с деньгами в любом случае это такая карта финансового благополучия у вас здесь все прекрасно и хорошо поэтому можете позволить себе отдохнуть и поехать в какое-то путешествие так здоровье и сама карта выскакивать даже две карты выскочили для здоровья колесо фортуны и шестерка жезлов но что тут может быть лучше прекрасное здоровье опять путешествие только в путешествие вы сможете еще оздоровиться почувствовать себя более сильным человеком или смотрите вот здесь вот круг и круг а круг это может быть округлившиеся формы это может вы поправитесь да ну после новогодних застольев да это может быть действительно фигура расширится еще это может быть беременность поэтому фигура расширяется но в том или ином случае это очень хорошие две карты которые сулят вам благоприятное знаете здоровье и хорошее самочувствие посмотрим отношения что в отношениях вас ждет в январе месяце король же слов ну и тут король и тут король это знакомство с противоположным полом причем очень быстро очень скоро это может быть как новое знакомство с человеком да также это может быть и уже имеющиеся отношения которые знаете воспрянут из пепла это вот король жезлов это как птица феникс да вот допустим ваши отношения уже как-то затухли до бытовухой все обросло и вдруг раз обновление каких-то чувств король жезлов это праздник это яркие отношения яркие впечатления но шикарно просто замечательно пока что все хорошо дорогие мая тельцы сейчас мы с вами дополнительно тару ленорман вернее раку ленорман посмотрим что ворвется вашу жизнь январе месяца так что ворвется опять карта змеи это мудрость это мудрые решения женщина женщина крести это такая ведьм очка я бы сказала затем вас действительно проснуться какие-то таланты может быть вы прям почувствуете что все в ваших руках видите в руках женщину такая волшебная трость волшебная палочка она повелительница и змея это мудрость да которая вот вы почувствуете себе очень много организаторских способностей может быть даже захотите заниматься предпринимательской деятельности а потому что жезловая королева это предпринимательство вот смотрите пока у вас отдых на работе да как пока что вы думаете о том что а если я попробую сама или сам допустим что-то сделать ведь я же могу зачем может быть мне стоит оставить эту работу или допустим пока что у меня отпуск да пока есть свободное время я смогу допустим заниматься каким-то творчеством возможно даже на творчестве заработать или попробовать что-то вот очень хорошая карта но кстати мудрость это также вот с отшельником очень сильно похоже это образование это обучение это повышение своего уровня знаний это очень хороший месяц январь что может изменить вашу жизнь кольцо предложения руки и сердца до кто-то объяснение в любви посмотрите там туз жезлов а значит открытая дорога подписания договоров роспись вы можете поставить но также это еще и договора допустим вы новую работу находите подписываете какие-то бумаги договора да еще как кольцо как белка в колесе то есть вы будете много работать много трудиться то есть вы будете подписывать что-то либо брачный договор выходите замуж или женитесь либо вы подписываете удачную допустим работу или на обучение хотите записаться кольцо это всегда прекрасно это исполнение желание мечты может действительно кто-то вам колечко подарит это здорово что может вас расстроить как вариант закрытое помещение может быть закрытые границы да что вы хотели куда-то поехать не получается или допустим когда вы дома сидите да и не хотите выходить допустим очень холодно снегом все замелуй вы вынуждены дома сидеть да но вот какое-то закрытое пространство ограниченность конечно это может обозначать офис офисные когда дела когда вы полностью поглощены работой но судя потому что вот с работой пока что будет какой-то перерыв это вы будете закрыты где-то но это еще знаете может вы поедете где все включено и будете закрыты на определенной территории да и вот никуда не выйти какое-то вот ограниченное такое место что может вас порадовать что может духовность опять это святые места места силы образования какие-то художественные хорошие фильмы книги картинные галереи вот когда вы духовно растете посмотреть вот уже третья карта вам говорит о духовном росте об образовании исполнится ли ваше желание в январе или нет задумайте сейчас свое желание и мы с вами посмотрим да или нет да или нет желание смотрите значит эта карта 50 на 50 карта якоря это 100 постановка и карта стабильности вот если вы говорите хочу стабильности да хочу чтобы все оставалось на своих местах да вот я сейчас много зарабатываю хочу чтобы так и оставалось или допустим я нахожусь в отношениях и хочу чтобы эти отношения были стабильны то это да якорь говорит да это стабильная остановка не переживай все будет все останется при тебе но если вы хотите что-то новое да устроиться на работу найти новые отношения или же хотя вот здесь показывают новые отношения причем вот с этой карты в сочетании то стабильные новые отношения но допустим вы хотите какого-то развития прорыва переезда например на другое место жительства да когда что-то должно поменяться вашей жизни то карта говорит нет то есть это стопор 100 постановка то есть вот смотрите и по работе вам говорят стоп сейчас все остановилось да сейчас живите наслаждайтесь путешествуйте женитесь предложение руки сердца получаете влюбляйтесь да вот стоп но пока что для дальнейшего развития пока что не то время вот не то сейчас вам не нужно каких-то делать кардинальных шагов просто надо жить и наслаждаться жизнью то что у вас есть то есть эта карта стабильности понимаете сейчас давайте я еще одну карту для все таки расшифровки что это все таки 50 на 50 карта карта стабильности устаканивания карта развилки вот смотрите эта карта выбора вот сейчас самое время не просто сделать какой-то шаг вперед когда вы подошли к развилки да а просто остановиться и подумать да не бездумно идти влево или вправо да вы должны просто остановиться и подумать как будет лучше если я пойду сюда и как у будет лучше если я пойду сюда и только потом принимать решение скорее всего это уже будет конец января и уже туда в феврале но в январе сейчас каких-то новых дел лучше не начинать вот так вот эта карта но эта карта хорошая дама пентаклей да или бубен это однозначно открытая карта она будет до желание исполнится обязательно да но только нужно подумать но это в принципе ваша карта губа это ваш это земной знак вы всегда думаете вы основательно подходите какому-то принятию решения и девятка пик это тоже знаете когда вы все обдумываете это ментальный план это когда не карта быстродействия обдумывание только вот после каких-то обдумываний вы примете решение и поступите правильно уже конец января начало февраля вот такой интересный у нас расклад получился для дорогих моих тельцов надеюсь что вам понравилось пальчик вверху слово благодарю и конечно пишите мечты сбываются с ввс и ваша мечта сбудется обязательно ну что же девы дорогие мои любимые девы солнечные лунные асцендентные для вас этот расклад итак теперь мы посмотрим главные тенденции месяца карта императрица ну шикарная карта во-первых это старший аркан эта карта прибыли плодородия может быть для кого-то это зачатие или беременность может быть поступление денег крупное приобретение ценности какие-то подарки может быть это еще дом матери может быть вы поедете к маме новый год отмечать или мама к вам январе приедет вообще карта исполнения желаний да карта императрица изменения статуса может быть вы получаете предложение руки и сердца или становитесь родителем да или же у вас внуки появляются но то есть это карты еще и семейной поддержки это сила рода вообще великолепная просто карта и первое причем она знаете такой задел на целый месяц делает это превосходно что в вашей головушке что в вашей головушке думаете о чем-то стремитесь к чему-то иди идете обдумываете сейчас свои планы это знаете карта ожидания как будто бы вы ждете либо же кто-то должен приехать вы ждете этого человека вы либо диплом должны получить ждете либо какую-то работу вам пообещали вы ждете то вот в процессе ожиданий скорее всего в январе вы получите то что вы давно ждете на что вы можете встать и опереться королева кубков это какая-то женщина может быть ваша подруга сестра мама да ну вот женщина которая всегда может вас и чайком напоить и выслушать и руку помощи протянуть которые вы можете поплакаться в жилетку то есть очень хорошая девушка женщина которая есть рядом с вами что уйдет из вашей жизни король кубков это человек который очень много рассказывает сказок он красиво говорит да но он практически ничего не делает кстати рыбка да это когда он вам обещает очень много знаете что я исполню все твои желания все мечты все что ты захочешь и вы верите потому что он настолько все вот красиво говорит вот прям мед понимаете на из уст его льется но на самом деле по итогу все что он говорит навряд ли он исполняет и не из-за того что он такой обманщик просто он когда говорит он в это верит что придет вашу жизнь что придет вашу жизнь сама карта выскочила карта повешены вот смотрите карта повешено это как карта эмбрион это ребенок это беременность и карта императрицы это беременность вот сочетание двух вот этих карт это однозначно беременности даже если вы не в детородном возрасте это говорит о том что у вас появится какая-то мысль задумка что-то это рождение это зачатие какой-то мысли да допустим вы хотите что если я допустим да и дальше вы уже продолжайте мысль до это зарождение какой-то идеи например вы строят дом или куплю квартиру или же куплю машину или продам например квартиру или машину за или а что если я перееда в другой город а что если если я найду допустим другую То есть это что-то зарождается, это рождение чего-то, зачатие. Две карты вместе. Это здорово. Что по работе? Карта суд или возрождение. Карта суд, знаете, может быть, говорит, если вы работаете в государственных учреждениях, в основном это судебные какие-то моменты, судью или судебным приставом, исполнителем, юристом, адвокатом, прокурором, не знаю кем. Да, прекрасная карта о том, что много будет работы, которая принесет вам радость и счастье. Если вы думаете, куда поступить, вот именно эта карта вам подсказка, куда нужно идти. Эта карта также говорит, что если вы сейчас в процессе суда, то это выигрыш суда. Выигрыш. Вы получите то, что хотите. Это разрешение спорных вопросов. Вы добьетесь, пойдете на мировую. Вообще, это старший аркан в любом случае, где бы вы ни работали и ни учились, говорит о том, что правосудие восторжествует, и вы находитесь в нужном месте, в нужное время. И для вас это очень-очень перспективно. Там, где вы сейчас работаете или, может, даже найдете работу. Так, посмотрим, что с финансами. Карта «Мир». Мир – это прекрасно. Мир – круг. Это деньги, монеты. Денег будет достаточное количество. Что будет у вас? Деньги для путешествий, развлечений, отдыха, для исполнения желаний, для покупок всего, что вы хотите. И также еще эта карта в действии, в передвижении. Может быть, вы зарабатываете деньги в онлайне, например, или в каких-то поездках, командировках вам деньги приходят откуда-то. Это еще деньги на банковскую карту или там какой-то, знаете, счет электронный. Ну, в любом случае, это, конечно же, финансы. Это много денег. Что касается здоровья. Королева Пентакли. Прекрасное здоровье. Вы себя чувствуете стабильно, хорошо. Единственное, что эта карта может показывать еще не для всех, еще раз, не для всех. Но если у вас предрасположенность есть к камешкам, да, образованию камешек или песочек, например, вот здесь он будет шалить что-то, да, поэтому обратите внимание, может быть, вы сделаете УЗИ. Что касается отношений. Семерка мечей. Здесь вот может быть или какая-то конфликтная ситуация, ругань, скандал, претензии друг к другу, обиды с двух сторон. Давайте посмотрим, а нужны ли такие отношения. То есть, если вы хотите познакомиться с кем-то, то сейчас не в самое подходящее время, потому что вы не готовы. У вас энергетический такой, знаете, заряд претензий. Например, там все мужики такие, да, или все бабы такие, понимаете, вот такое. Десятка жезлов – тяжелая ноша. Если вы находитесь в отношениях, то это какие-то токсичные показывают. Вот отношения вам тяжело, и вы вот как будто бы в связке, вы привязаны с этим человеком по каким-то причинам, вы не можете это бросить, но вам тяжело. И по-хорошему эти отношения, они не должны быть рядом с вами. Вот не должен быть этот человек. Вам крайне тяжело с ним. И смотрите, если же вы хотите познакомиться, то на данный момент вы не ресурсны. Вам нужно, вот оно, путешествия, обновления, да. Вам нужны какие-то глобальные перемены. Поехать, отдохнуть, набраться сил, да, витаминчик АД-3 получить. Вот такое вот. То есть, это не ресурсное состояние. Сейчас мы ещё дополнительно посмотрим карты. Вот эта карта показывает, что вы устали. Устали. Так. Посмотрим, что ворвётся в вашу жизнь. Мудрость. Мудрое решение. Правильно. Это карта интуиции. Лисичка, да. Она чисто интуитивно действует. Она всегда чувствует, она по запаху идёт. Она понимает, да, где опасность, где можно что-то взять. То есть, такая мудрая лисичка. Это животный инстинкт. И, кстати, купите себе что-то такого солнечного цвета. Это будет вам вести какие-то амулеты, браслеты, платья, да. Жёлтое, оранжевое, красное. Вот как у лисички. Вам оно поможет. Что поменяется? Что может изменить вашу жизнь? Что? Карта гроб, закрытость. Это как банк. Потому что у нас, смотрите, девятка Пентакли, Тарайский сад. Или девятка Бубин, когда много денег или документов. И это причём всё в закрытом пространстве. Или в кошельке вы держите нож. Я не думаю, что вы в матрасе денюжки зашили. Хотя, наверное, ещё есть такие люди. Но это как в банке, знаете, или в трёхлитровой, да, закрыли. Или в банке государственном, да. Но это деньги, которые вложены во что-то. Или, допустим, вложены деньги в дом, да, в недвижимость. Или ещё где-то заморожены, под процентах лежат. Или в бизнес какой-то, в товар вы вложили. И вот эти деньги, там они есть. И это может изменить каким-то образом вашу жизнь. Вот это опора, это чувство стабильности, да. Вы знаете, что деньги вложены в какое-то предприятие. И они у вас существуют. Что может вас огорчить? Закрытая информация. Ну, вообще, десятка бубен или десятка пентаклей – это семейные ценности, это сила рода, поддержка. Но здесь есть какие-то тайны. Вот, знаете, может быть, ваши родители, прародители какие-то секреты хранят от вас, да. Поинтересуйтесь, потому что, возможно, что-то вы не знаете про свой род, про свою семью. Может быть, вы даже найдёте какие-то документы, бумаги, которые вас шокируют, да. Какая-то закрытая информация. Какие-то тайны существуют у вас семейные. Посмотрим теперь, что вас порадует. Ой, ну это прекрасная карта. Карта перелёта, исполнения желания, создания семьи. Это опять зачатие, зачатие беременности, да, зачатие в хорошем смысле, если вы хотите, это может исполниться. А может быть, у вас зачатие какой-то мысли, да, открытие нового дела, бизнеса, новые проекты, перелёты, переезды, удачные командировки. Вообще всё великолепно. Женщина, которая может вам помочь. Исполнится или нет ваше желание? Подумайте о своём желании и посмотрим, да или нет. Исполнится или нет ваше желание? Да, желание исполнится, можете не сомневаться. Шикарная карта, карта букет, да, кто-то может быть даже вам подарит цветы, сделает предложение руки и сердца. Это подарки, подарки судьбы, пиковая дама. Это, конечно, знаете, женщина со способностями, да, с большими способностями, такая непростая картинка, но исполнится ваше желание и вы добьётесь. Вот это карта ментального плана, то есть вы своим умом, своей деятельностью, своим упорным характером, настойчивостью, вы добьётесь то, что будет праздник на вашей улице. Вот такой прекрасный расклад, дорогие мои девы. Пальчик вверху, слово «благодарю» и пишите «Мечты сбываются» с ВВС и ваша мечта сбудется обязательно. Посмотрим дальше. Козероги, дорогие мои любимые козероги, солнечные, лунные, асцендентные. Расклад для вас. Расклад для вас. Расклад для вас. Всё, 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 что вы хотели, добивались, это прорыв. И, конечно же, если судебные какие-то моменты идут, однозначно это выигрыш в суде. Спорные вопросы разрешатся в вашу лучшую сторону. И эта карта, опять-таки, посмотрите, здесь изображены весы, да. То есть, когда вы приходите к гармонии какой-то, мирные договоры, перемирия, да. И ещё эта карта, знаете, о том, что вы можете найти себе вторую половинку. Она парная. Весы всегда парные. И, естественно, вы видите, как похожа одна и вторая половинка. Это, может быть, вы найдёте либо в отношениях своего человека, либо же вы находите, допустим, клиентов, оппонентов, да. Вот кого-то, кого вы ищете, вы обязательно найдёте. Вот пару, парочка будет вам. Что в вашей головушке? Что в вашей головушке? Девятка Пентакли. Думаете о деньгах, о каких-то поступлениях. Может быть, даже это как райский сад. Может, хотите куда-то поехать, уже купили путёвку или приобрести себе что-то. Это шикарная карта. Эта карта мыслят, значит, всё исполнится. Деньги, приобретение, признание в любви. Все ваши желания. Кстати, беременность тоже прорыв. Беременность тоже может быть по этой карте. Что в ногах? Что в ногах? Карта императора. Стабильность и равновесие. Это карта изменения статуса, предложения руки и сердца, повышения должности. Карта говорит о неком эгоизме здоровом. Полюби себя, купи себе то, что ты хотел давно купить себе или хотела. Ну и что-то красное, маникюр, губы, галстук, носочки, пуговки, ремешок. Ну что-то красное, акцент обязательно сделайте в этом месяце, вам оно принесёт счастье. Что уходит из вашей жизни? Четвёрка жеслов. Может быть, вы продаёте квартиру, она уйдёт очень хорошо. Может быть, вы переезжаете, оставляете одно место жительства, переезжаете на другое место жительства. Или, допустим, вы снимали квартиру в одном месте, сейчас решили снять в другом месте. Ещё это может быть покрытие кредитов. Допустим, вы брали недвижимость, вы брали кредит, да, и покрыли его, ипотеку закрыли. Что-то в дом уже купили, завершили делать ремонт, может быть, в недвижимости. Что придёт в вашу жизнь? Какие-то решения вопросов с документами. Что-то подписать, переделать, нужно будет посчитать какой-то отчётный период, может быть, закрыть что-то, да. Но это работа с документами, может быть, какая-то тревожная, да, где нужно приложить усидчивость. Вас, конечно, это будет, может быть, в какой-то мере раздражать, что новогодние праздники, а надо работать. Но нужно будет решить какие-то вопросы с документами. По работе девятка жезлов. Знаете, это если вот вы работаете с оградами, с заборами, с переносом стен, да, вот какие-то даже, может, строительные работы, тогда вот прям вот эта карта об этом. Ещё эта карта может говорить о закрытости, да. Допустим, вы работаете в закрытой организации. Или, допустим, праздничные дни, все гуляют, отдыхают, а вам приходится приходить на работу и делать какие-то дела, да. Вот вы закрываетесь в кабинете, сидите и что-то выполняете. Но, кстати, вы можете закрыться и дома у себя, в кабинете, в комнате и решать какие-то вопросы. Вот просто в закрытости вам люди могут помешать. И вы вот закрываетесь где-то, чтобы решить какие-то вопросы. Ну вот вам и документы, пожалуйста. Бывает и так, да, ничего не поделаешь. Что с финансами? Да, кстати, если вы хотите устроиться на работу, эта карта закрывает, говорит, если в закрытые какие-то организации вы хотите, или в строительные, где перенос стен там, или ещё чего-то, то да. Если же вы в какую-то другую хотите сторону, да, посмотреть, то навряд ли. Финансы. Рыцарь Пентакли. Да, денежки у вас будут. Это стабильная ситуация. Это небольшие деньги, но это стабильные деньги. То есть на еду, на коммуналку, на проживание, даже, может быть, на какие-то близкие путешествия вполне-таки хватит. Ещё эта карта говорит, что, может быть, какой-то молодой человек вам делает подарок или деньги какие-то будет вас обеспечивать. Это, может быть, ваш сын, брат или любимый человек, но от него тоже что-то будет зависеть. Ну, с деньгами всё будет хорошо. Здоровье. А вот со здоровьем разрушенная башня, здесь ломаются все стереотипы. Потому что башня, она всегда показывает о кармических отработках. Вот, например, вы на ночь много поели, всё, значит, лишние килограммы, да, или, допустим, много выпили алкоголя, ну, печень вам, конечно, за это спасибо не скажут. То есть вот разрушение стереотипов, когда вы хотите против правил пойти, да, вы, как говорится, хочу много есть и не толстеть, да. И здесь, конечно, нужно обратить внимание на своё здоровье, потому что это может быть ещё ломка костей, хрящей, например, что-то с костями, с хрящиками, со связками, разрыв с тканей. То есть это может быть, вот вы шли, подскользнулись, да, как в том фильме, шёл, подскользнулся гипс. Я ещё дополнительно достану карту. Вот тройка жезлов говорит, ожидайте, стоп, стойте, ждите. Например, какая-то ледяная дорожка, да, ждите, не идите, ждите, пока на ней посыпят там что-то, обойдите её, не торопитесь. Вот эта карта стоп, стагнация, да, вы в ожидании должны быть, не торопиться, ходить крайне аккуратно и осторожно, быть осторожным человеком. Что в отношениях? Колесо фортуны в суперкарта. Это, если вы хотите, встреча своей половины, две птицы, предложение руки и сердца, вот оно, кольцо. Если вы уже в отношениях, это гармонизация отношений, это счастье, радость в ваших отношениях. Ну, то есть, вообще, карта исполнения желания, всё, что вы хотите по отношениям, оно всё произойдёт. Также отношения с вашими клиентами, с вашими коллегами по работе, оппонентами, просто будут шикарные в этом месяце. Сейчас посмотрим дополнительные карты, что ворвётся в вашу жизнь. А ребёнок – это начало, это всё с чистого листа. Может быть, вы начинаете какие-то новые проекты. Кстати, это может быть зачатие, рождение ребёнка или открытие бизнеса, да, новые планы на жизнь или с чистого листа ваши отношения. Следующая карта – что может перевернуть вашу жизнь или изменить вашу жизнь? Здесь, знаете, какие-то дороги, дороги близкие, дороги принесут вам счастье, близкие поездки, экскурсия на один-два дня, поездки на один-два дня могут принести, перевернуть вашу жизнь, что-то вы новое откроете. Поэтому вот не сидите, оно может быть даже вам, знаете, и финансово вы даже можете выиграть в каких-то небольших экскурсиях, поездках, что-то узнать. И обучение, это может быть ещё обучение, близкое обучение рядом с вами. Что может вас огорчить? Письмо, известие какое-то. Хотя это, знаете, даже я бы сказала, это больше не огорчить, а взволновать. Вот так вот. Взволнует вас какое-то смс-сообщение или письмо, или о своём любимом человеке, о своём родном каком-то вы получите. И эта новость какая-то вас взволнует. Что вас обрадует? Что обрадует? Предложение руки и сердце. Карта, конечно, радости и счастья. Это карта подписания договоров, сделок каких-то. Карта говорит о том, что вы найдёте общий язык с тем, с кем вы поссорились. Круг, да, то есть это как белка в колесе, говорят, да. Это может быть много работы, счастливой, хорошей работы, которая потом вам прибыль принесёт, деньги принесёт. То с жезлов, да, то с крести, это открытая дорога. Начало-начал, когда у вас всё получается, всё складывается наилучшим образом, да. Вообще замечательная, вообще прекрасная карта. Исполнится желание ваше или нет? Подумайте. Подумайте. О своём желании. Да, желание ваше исполнится шикарное. Карта, карта цветов, карта подарков. Ещё здесь карта логики, женщина мечёвая-то, да, или, вернее, пиковая, да. Это интеллект. Это благодаря вашему интеллекту. Это благодаря вашей настойчивости, вашего прорыва, да, желания, конечно же, ваше исполнится. Кстати, благодаря, может быть, даже какой-то сильной и умной женщине, желание ваше исполнится, подарок, да. Да, прекрасный расклад на самом деле, поэтому пальчик вверху слова «благодарю» и пишите. Да, будет так, и так и будет. Я вас всех безумно люблю, обнимаю. Всем мира, добра и счастья. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok